Всем привет, с вами Юля и вы на канале выставки Клинок. И это новости российского ножевого мира за июль 24 года. Обкладывайтесь вкусной едой, любимыми напитками, а мы начинаем. В одном из прошлых наших роликов про златоуст я делала своими руками, не без помощи мастеров и профессионалов, типичный нож из златоуста, как он выглядит, на мой взгляд. И, соответственно, в этом ролике у нас был розыгрыш именно вот этого ножа. Какие были условия? Вам нужно было в комментариях написать, как на ваш взгляд выглядит типичный нож из златоуста. Я внимательно ознакомилась со всеми комментариями и, собственно, выбрала субъективно, опять-таки повторяюсь, победителя, который вот получит сей экземпляр. И это вот победитель с вот этим комментарием, который мы вывели на экран. Большой, объемный, разносторонний подход к вопросу. Соответственно, победителю нужно написать нам сообщение группы ВКонтакте, либо Телеграм, а дальше вас сориентирует, как получить этот подарок. Также я говорила о том, что у нас будет еще два места, которые получат хэнки мерч выставки Клинок. И, соответственно, первый человек, который получит хэнк от нас, это с вот этим комментарием. И сейчас будет также второй комментарий, который получит хэнк. Вам также будет нужно написать в сообщение группы ВКонтакте, либо Телеграм, чтобы связаться с нами и, соответственно, получить эти все приятные подарочки. Ну, а мы продолжаем. Хочу также отметить, что было достаточно интересных комментариев. Вы очень хорошо подошли к этому вопросу. Мне было интересно их почитать, поизучать. Спасибо вам большое за участие и желаю вам удачи в наших следующих розыгрышах. И продолжим выпуск праздничными мероприятиями, а именно Всероссийским Бушуевским фестивалем в Златоусте, который прошел там уже в седьмой раз. Фестиваль носит имя Ивана Николаевича Бушуева, художника-гравюра-основоположника Златоустовской школы авторского холодного оружия, одного из основателей производства златоустовской гравюры на стали. И к этому мероприятию готовятся как местные оружейники и мастера, так и из других регионов. В этом году было заявлено на участие около двухсот участников. И первый день фестиваля ознаменовался буйством природы, ибо поливало беспощадно. Но это не помешало участникам и гостям мероприятия создать праздничную атмосферу. А на чемпионате Урала по ножевому многоборью, битва при Таганая, так вообще было жарко. Не менее жарко было от зарубы на топорах. Вечером уже всех порадовал пышный салют и выступление Сергея Трофимова. Второй день по погоде был более лояльный, не так поливало и даже было солнышко, поэтому праздник завершился очень хорошо. И сейчас мы плавно подходим к тому, что с 12 по 15 сентября в солнечном Краснодаре пройдет клинок на Кубани. Поэтому ждем вас на этом празднике ножеманов очень-очень. Встречаемся в культурном пространстве. Пустое место по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Ну а теперь переходим к новостям от наших дорогих мастеров. В июле кузница Акела показала в социальных сетях свою новинку канадский охотничий нож в DC исполнении. Это нож, который с легкостью справится с любыми поставленными перед ним задачами, как на кухне, так и на пикнике. Клинок здесь выполнен из стали H12MF и в длину составляет 130 мм, обух 4. Рукоять выполнена из микарты. По заявлению производителей режет нож как бритва, а в руке сидит идеально. Ножевая мастерская Ястребова тоже сделала свой канадский нож. Это цельнометаллический канадец из кованой стали H12MF. Твердость составляет 61 единицу. На клинке выполнено двухуровневое травление в атмосфере стимпанка, что в сочетании с моделью ножа выглядит крайне интересно. Длина клинка составляет 130 мм на рукояти микарта и отверстие под темляк. Хочу сказать, что ножи канадского типа не теряют своей популярности. И если вы их также любите, например, как наш Санчес, то непременно заявите об этом в комментариях. Также нам пришли новости от Южного Креста. У них новиночка вития среднеформатного универсала, который называется Фанк Эль. Фикс явно оценят те, кто предпочитает рукояти с развитым упором. Основное назначение ножа не тяжелые общехозяйственные работы. И прежде всего нож предназначен для туристов, но вполне будет полезен на охоте по птице и по некрупному зверю. А также нож легко справится с разделкой рыбы средних размеров. Вообще, Фанк Эль это удлиненная версия ножа Фанк, который Южный Крест уже выпускает несколько лет. Обычно в подобных ситуациях компания сохраняет абрис ножа и толщину клинка предшественника. Изменениям подвергается лишь длина и изредка размер рукояти. Но в случае с Фанком нож задумывался прежде всего для любителей рукояти с развитым упором. А для сохранения хозбытового статуса ножа при такой длине и длине клинка в 105 мм изменили толщину обуха с 3,5 на 2,5 мм. Поэтому нож получился легкий, мобильный и безопасный в работе. Рукоять традиционно выполнена из высококачественной микарты с фирменной оружейной насечкой. А размер упора подобран таким образом, чтобы он не мешал работе и при этом была обеспечена безопасность при выполнении хозяйственных операций. Также нож комплектуется фирменными ножнами из высококачественного черпака КРС с двойной прошивкой и пластиковой вставкой. Нож будет выпускаться в сталях ВГ-10, К110, Элмакс и М390. В продажу Фанк Эль поступит уже во второй декаде августа, поэтому поклонники Южного Креста ждать осталось совсем немного. А дальше у нас эксклюзивный эксклюзив от мастерской Ульданова. Складной нож Сиера в единственном экземпляре. Выглядит роскошно и сложно с точки зрения выполненной работы, но давайте посмотрим, что там внутри. Клинок здесь выполнен из ламината, где по центру сталь ZDP 189, которая характеризуется высокими твердостью и устойчивостью к износу при эксплуатации. Режущая кромка ножа с такой сталью долгое время не будет требовать заточки и радовать обладателя превосходным резом. Ну и чтобы завершить картину по ламинату, обкладки выполнены из нержавеющего дамаска. Нож выглядит дорого-богато и неудивительно, ибо он украшен золотом, серебром и медью, а также сапфиром с двух сторон. При изготовлении ножа применялись такие техники, как ручная 3D гравировка и чеканка по титану. Ну и было бы интересно почитать, как вы относитесь к таким эксклюзивным складным ножам, и есть ли у вас подобные. Пишите в комментариях. Еще одна складная новиночка, но уже от Dagger Knives. Это новинка из Discover Line и называется Powey. Название складывается из двух слов Pocket и Bowey, и тем самым представляет собой сочетание компактности и функциональности. Powey обладает всеми характеристиками, необходимыми для надежного и удобного повседневного использования. Клинок у складня Bowey-образный, что придает ножу классический и привлекательный внешний вид. Для ножа используется сталь 8-хром-14-молибден ванадий. Эта сталь характеризуется отличным удержанием остроты, высокой коррозионной стойкостью и легкостью в заточке. Накладки ножа выполнены из термопластика, которые делают нож легким, но прочным и удобным в использовании. Вес ножа составляет всего 109 грамм, при общей длине ножа в 206 мм. Клинок в длину 89 мм с обухом 3.1. Нож Powey представлен в шести различных исполнениях, поэтому будет возможно подобрать нож по своим нуждам и предпочтениям. В мастерской Андрея Бирюкова тоже случилась новинка, и это фиксированные ножи из стали К340 с твердостью 62 единицы. Нож выглядит лаконично, стильно, сдержанно. Эдакий рабочий нож-универсал, но с элегантным флером. Поверхность клинка заполированный пескоструй, что добавляет облику ножа благородности. Длина клинка составляет 135 мм, ширина 30, а опух 3,5. На рукояти авторской Микарте, которая добавит цепкости хвату. Нож из руки не убежит, даже если будете работать мокрыми руками без перчаток. Весит такая красота без ножен 165 грамм. Кстати, в комплекте кожаные ножны. Давно не было интересных новостей от Абертеха, и вот они появились. На фото представлен тизер испытательного макета предстоящей новой модели NS02. Новый нож будет выполнен замком Axis Lock. Складень будет оснащен флипером, шпеньком и вейвом. Также будут доступны два вида клинка Tanto и классический, а еще два вида покрытия. А еще осевой на шайбах, и известно нам, что общая длина ножа будет составлять 269 мм. Скоро появится более подробная информация о ножах, так как некоторые элементы все еще корректируются. По срокам появления готовых ножей, которые будут доступны в продаже, информации пока нет. Но мы ждем. А дальше у нас маленький и загадочный нож, который и фронт-флипер, но все-таки слит-джойнт. Юркий складешок под именем Микроцарап от Кирилла Левченко, который пока еще в прототипе. Клинок выполнен из порошковой стали S90V, а на рукояти Титан и Микарта. На осевом узле бронза BRB2. Выглядит такой нож крайне мило и стильно. Думаю, что на подарок дорогому товарищу такой складешок зашел бы отлично. А как вам такой малышок? Как началось лето, так Илья Бурлакс начал сыпать новинками. Видимо, вдохновение поперло. Все-таки я ему завидую в этом. Начнем с линии корюшек, которые выполнены по дизайну Алексея Стрепетова. Значит, это фиксы корюшка и корюшка XL. XL, конечно, побольше и обладает формой клинка Bowie. Пока корюшки выполняются стали VG10, а накладки на рукояти и с авторскими картой Ильи. Также Илья в своих соцсетях показал сначала прототип, а потом уже и анонсировал продажи фикса под названием Подорожник по дизайну графит. Эдакий тактикульный нож со сложным строем клинка из стали К340. С крайне эргономичной рукоятью. Сама держала этот нож в руках, поэтому заценила. Кстати, и баланс ножа тоже восторг. В комплекте также ножны из Skydex. И сейчас доступны варианты с накладками черного цвета, олива и коричневыми. Клинки с травлением и в сатине. Знаю, что Илья готовит еще ножевые новинки, и даже уже видела кое-что, но об этом я вам пока не расскажу. В июле кузница 7 ножей представила новый концепт ножа. И любители ноги ше, пристегнитесь, ибо это скелетник. Это полностью цельнометаллический нож с отверстием в рукояти, в которое посредством ЧПУ будет интегрироваться материал Микарта, Карбон или G10 и подгоняться непосредственно под толщину обуха. А это примерно 3,5-4 мм. В итоге получился довольно стильный и удобный нож на каждый день. Размеры ножа будут примерно такие же, как у хитовой модели кузницы. То есть, как у калибри. А значит, длина клинка будет примерно 80 мм, а рукояти 95. Ножды, само собой, кайдекс. Ну а сейчас самое время высказать свое мнение и написать в комментариях, как вам такая интерпретация ножа. Ну и готовьте сани летом. Атропа Снаев предложил вариант классного ножевого подарочка на Новый год, который можно заказывать пачками и раздарить своим друзьям. Это компактный киридаши с односторонней заточкой под названием кири. И выполнен он из стали PGK. В комплекте с ним карт-холдер из нейлона. И все это добро будет стоить, внимание, 1000 рублей. Количество этих киридашиков не ограничено, поэтому можно налетать и заказывать подарки на Новый год или еще какое мероприятие. Ну и как вы могли заметить, сегодня мы записываем новости не из нашей студии, даже не с выставки. Мы сейчас находимся в ножевом доме Клинок, поэтому обязательно сюда заходите. Мы находимся в Санкт-Петербурге на Ленинском 155. Открылись мы буквально где-то в начале июня, и уже с того времени полки магазина значительно пополнились новыми ножами, и пополнения еще в будущем ожидаются. Поэтому обязательно заходите. Работаем каждый день с 10 до 8 вечера. Ну и на этом все были новости за июль. Если вы хотите, чтобы новости о вашей мастерской, о ваших ножах, о каких-то ваших интересных событиях были в следующих выпусках, пишите мне в социальных сетях ВКонтакте, в Телеграм, обсудим, запишем. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, выставки Клинок, жамкайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ставьте лайки, пишите комментарии. А вам хорошего настроения, крепкого здоровья. Пока-пока. Так нормально? Я хорошо в кадре смотрюсь? Зато не видно мешков под глазами. Улыбка должна быть более естественной. Я сейчас начинаю улыбаться, и у меня прям клинит лицо. Да нет, я улыбаться пытаюсь, и у меня из-за того, что как бы я что-то, видимо, разучилась улыбаться. И лицо такое, ты что ты пытаешься сделать? Ты что, ну-ка, ну-ка, угомонись. Ха. Конечно, молодец. И это новости российского ножевого мира. Ой, у меня колено стрельнуло. Отстой. Что, погнали? Извини, плетку забыла взять. Я пытаюсь себя разогнать, чтобы веселее было. А то вы душные. И сейчас мы плавно подходим к тому, что с 12 по 15 сентября в солнечном Краснодаре пройдет клинок на Кубани. Поэтому ждем вас на этот праздник ножеманов очень-очень. Очень-очень. Понял. Ой, господи. Ох уж эти канадские ножи. Заполоню. Что? Да что? Да, ну, я пропустила за тебя момент. Пауза. Стоп. Красный. Клинок здесь выполнен из ламината, где пациенту сталь... Ой, стой, стой, стой. Вот, мне нужен вопрос. А дальше у нас маленький и загадочный... Правильно он сказал уже, да? Все верно, как в интернетах пишут. Сказал, иногда говорю, думаю, господи. Могла бы получше сказать. Нож ты, само собой, кайдекс. И... И чё? И чё? А, угу. Чтобы не пропустить следующие выписки. Блин, ну почему под конец-то началось такое сортом? Что-то у нас мало ЧБ, который посредством ЧПУ будет интегр... А, а, а! Забыла предлог сказать. Это важно. Это важно. В. А восторга на лице не было. Ну и чё делать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»